колбаска грузовичков хочу вас алё, здравствуйте это грузовичков? да точно? что-то не слышу грузовичков, да? доставка грузовичков, да добрый вам вечер, здравствуйте добрый ну и чё делаем-то? я вот сейчас на Косогоре нахожусь, да, вез груз Валерий Альбертович Жмышенко и сейчас у меня контейнер ваш, я перевернулся здесь упал, всё прям в речку почти, ну здесь дороги плохие на Косогоре, я попёр в обход туда, да, через речку по мосту деревянному хотел проехать до него не дошёл перевернулся, на бок лежу сейчас практически в воде но тут ещё лёд небольшой на Косогоре у нас ну и чё делаем-то? не знаю, как делать чё делать, вот звонил ему а вы, это на нашей машине вы? на нашей машине? ну, конечно, на вашей на вашей машине перевернул это водитель, да, наш? да, я ваш водитель перевёрнутый хорошо, скажите, а как вас зовут? Валерий Альбертович а номер машины можете вам сказать? мой машина или которая ваша машина? ну, наша, на нашей машине вы или на своей машине? не, я на вашей машине, а номер вам какой сказать, ваша или своей? номер машины, ну, который вы перевернули 200, это, Н, Н, Николай 228 да да ХС 228, ХС хорошо, а где это находится? Косогор это какой город? ну, я по навигатору еду тут Косогор, вот посмотрите у себя там я недавно набрался это Московская область, или какой, или? Пермск это да, Москва, возле Перми здесь Косогор ага хорошо, я передам, сейчас с вами сражаться по вашему номеру телефона, с которой вы звоните ожидайте, пожалуйста, звонка нет, так мне помощь, блядь из транспортного отдела из транспортного отдела с вами что-то сейчас у меня машина лежит, насрал, блядь машина вся перевернулась, ваша сейчас с вами свяжутся из транспортного отдела ожидайте, пожалуйста, звонка а куда мне позвонить? вдруг не дозвонятся тут связь, он вышел на гору, на Косую стою здесь сейчас хорошо, сейчас свяжутся, ожидайте, пожалуйста все пиздец, принцесса, блядь у меня машина под воду ушла подожди, Грузовичков Косогор Косогор такой же город есть-то самара причем тут самара, сука откуда тут самара у меня в поиске, а что самарский что-ли Виктория, здравствуйте это Грузовичков, да, Светлана это Виктория да, неважно значит, я здесь на Косогоре у меня машина перевернулась не могу доставить груз, попал в непредвиденные обстоятельства Моя техника упала то есть перевертыш я сейчас возле моста деревянного, который хотел сократить по объездной, по воде поехал, тут лед еще ну тут мелкашка, мелководье я думал проеду в итоге машину уронил то есть лег на на бочину пол машины практически под воду ушло и все я теперь не знаю, что делать ваша машина ваш груз а я не ваш поэтому я решил что нужна мне помощь или вообще я уйду отсюда алло вы работаете у нас водителем? да, я ваш водитель вот ехал ламода полный контейнер вещи вес ламода накладная ламода минуту не знаю я уже звонил туда-сюда сказали перезвонят никто не звонит мне эвакуация отказывается поднимать из воды машину с логистами связывались через пульт? да у вас приложение на телефоне вам нужно связаться с логистами как я нажал раз тут связи нет не ловят одни горы вокруг какая тут связь вот вышки есть где работают оставайтесь пожалуйста на линии соединю вас с логистами Касагор да алло да здравствуйте грузовичков наш Мышенко Валерий Альбертович беспокоен на Касагоре на пузо сел на Касагоре на пузо сели? да техника перевернута в боковина то есть лежу боком здесь волки уже воют темно настало машина практически ушла то есть в подводную не знаю что делать как быть потому что в ситуации с рядовон выходящим я Светлана сказала вам надо решить вопрос ну этот вопрос не с нами точно решает дедушка извините не понял ну у вас нет заказа сейчас на этот номер телефона так а я здесь что везу у меня полный контейнер накладная ламода ламода да а вы точно на нашей газели переезжаете у вас нет заказа есть написано я у вас работаю на площадке я все ездил вы мне давайте вы водитель или клиент извините пожалуйста я водитель у меня ваша машина я перевернул ее мне нужно срочно чтобы вы мне помогли потому что полный контейнер ламода меня жена убьет если не приеду я вас понял извините а с какой вы колонны ммм что с какой колонны а с какой именно колонны а подскажите еще раз фамилию жмышенко жмышенко да участник ну конечно я на вас уже работаю не первый год я сейчас объезд пошел по деревянному мостику до него не дошел здесь прям лег господи извините я просто не могу найти ни заказ ни машину а какой номер машины у вас с заказ 228 секундочку у кого машина с 228 есть жмышенко валерия альбертович алло алло да я вас слышу вывезли ботинки ламода полный контейнер там накладная ламода обувь одежда контейнер а мы же контейнеры не перевозим ну у меня контейнер у вас сзади в этом газели вон он лежит перевернулся а где вы говорите вы застряли косогор вот где эти самые тут деревья вокруг уже сам я по навигации шел здесь по планшету гора да и сюда косогорь речка небольшая тут можно было прямо поехать там что-то мост разрушенный я пошел в обход не доехал до деревянного мостика и все и лег не дошла техника подвела хорошо ладно сейчас мы тогда заказ на эвакуацию оформим ближайшего же водителя найдем который сможет вас эвакуировать вас оттащить нужно просто получается ребята вы давайте мне там не устраивать вот это маски в парады я сейчас пойду просто машину оставлю и пойду пиво пить потому что лежать в пилоте ночью с волками я не буду а у вас трос есть трос у меня есть у меня трос у меня лебедка лебедка да ну так ну так как я лебедку запущу ну а две отеля крутят лебедку да ну ну тогда мы только можем ближайшего водителя найти который сможет вас эвакуировать оттуда да а где же он там ближайший тут лес тут ничего нет волк его ну ну мы ближайшего саму найдем что он подъедет получается закроем музыка я вас там на хорошем счету вы должны прекрасно понимать что нужно быстро поднять всю воздушную технику я не вижу вас в нашей базе то есть у нас нет водителя такого а куда же вы меня делите уже все уволили пока у меня базы участников точно нету я то есть не знаю не могу я могу участник участнику обратиться вот передать ему может с ним поговорить я понимаю ну а я что делаю я в машине на пузо сел я сижу вот здесь в будке вот связи нету ничего нету ломона перевернута ну тут коса горя но все косое лед тронулся мост деревянный этот есть но я до него не доехал техника на боку ну как тебе руками что ли подниму блять я хочу срать еще выйти сюда здесь волки вокруг потому что лес понимаете лес еще не лето холодно ну в принципе ситуация у нас таких много ситуации это случается по факту то ну то есть не бросайте машину главное то есть зачем это на вас закроется в итоге потом уволят дождитесь мы найдем эвакуацию то есть в ближайшее время найдем автомобиль который сможет эвакуировать я понял ну а кто а что с грузом именно произошло то есть подождите ну что перевернулся полностью да я ехал машина начала в бок ну клониться поворот ну косогорье раз и все того упал контейнер у меня то есть но будка упала с машины и я вместе с ней упал и она сейчас отцепилась отдельно будка отдельно машина валяется понимаете серёжа не может такого быть у меня такое ну вы поймите ну станьте на моё место ну вот представьте ну бывает у меня не может быть такого водителя как это честно вот честно сказать я сам не молодой я в шоке просто будка упала до газели ну тут нужно будет у начальника парка дежурного точно узнать что делать то есть если будка оторвалась не у нас было такое машину не надо оставлять точно то есть не надо оставлять машину это большой штраф будет очень не оставляйте машину точно я точно не могу сказать так как я даже заказы вашего найти не могу то есть я понял то есть ко мне уважение не проявлено с вашей стороны да максимально нет конечно при чем здесь это вообще то есть вам нельзя бросать машину в данный момент в любом случае мне помирать с волками здесь мне холодно уже здесь ну смотрите там можно я не знаю что давайте давайте продолжаем сейчас вашим вопросом все это я не знаю передам у нас ну магазин можем ближайшую пригнать а вот такой тип автомобиля то есть ну нам нужно же эвакуировать 4 метровый сзади будка упала а ну 4 метровый фургон или фургон у меня была 3 метровая я увеличил на метр будку как это ну так вот взял раму увеличил больше сделал чтоб больше возить вот оно и похоже у меня и под белок ну да никто его тогда так делать у нас водители так не делают обычно а я делаю я потому что знаю что делаю так еще может вы мне хоть еды закажете сюда на косогорье я думаю нет ну вы можете не знаю даже ну дождитесь эвакуации может развести костер ну что ж такое а ну я тогда прошу сейчас ламоду возьму себе что возьму и унесу а машина пусть лежит здесь хорошо ладно берите ламоду вот это уже другое дело то мне там женские нужны эти всякие обуви сумочки женские да ламода палит одна там то есть смысла никакого нет у нее нормально зато секс будет ну это да ну это да ну ладно тогда если что я вам наберусь и ламоду много не унесу тогда азель позовите что погрузил туда ладно до свидания 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 Продолжение следует...